Здравствуйте, друзья! С вами Павел Дугин. И сегодня мы поговорим о синхронизации в условиях студийной фотосъемки. Итак, у вас есть зеркальная фотокамера, и вы хотите поработать с ней в студии. Но не знаете, как настроить фотокамеру и как заставить срабатывать с ней одновременно вспышку. И сейчас я вам все популярно объясню. Начнем со вспышек. Нам нужно, чтобы вспышка срабатывала в тот момент, когда затвор камеры находится в открытом состоянии. Проще говоря, когда мы нажимаем на кнопку фотоаппарата. Как это сделать? Есть 4 способа. Первый способ – инфракрасный пускатель. На вспышке есть специальное устройство, которое ловит инфракрасный импульс. Устанавливаем нужный прибор на камеру. Готово! Второй способ – это синхрокабель. Синхронизация осуществляется через провод, который присоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Но главный недостаток способа – это лишние провода, которые на съемочной площадке не нужны. Третий способ – обычная внешняя вспышка. Устанавливаем вспышку на камеру. Она поджигает остальные источники света, на которых установлены ловушки. Но есть небольшой недостаток. Иногда ловушка, встроенная в моноблок, не может распознать световой импульс. О причинах наглядно я расскажу вам в следующих уроках. Четвертый способ – это радиосинхронизатор. Приемник устанавливается в нужное гнездо на вспышке. Пускач устанавливается на камеру. Когда нажимаем на кнопку, посылается радиосигнал. И готово. На мой взгляд, радиосинхронизатор – это лучший способ. Теперь поговорим о самом главном – о настройках фотокамеры. Если вы вообще не знаете, что такое выдержка диафрагмы ISO, не расстраивайтесь. Смотрите наши ролики про устройства фотоаппарата. Как правило, в студиях стоят недорогие радиосинхронизаторы с возможностью выдержки до 1,160 доли секунды. Но лучше берем с запасом, поэтому устанавливаем выдержку до 1,125 доли секунды. Но что будет, если поставить выдержку короче этого значения? Затвор не будет закрываться, и мы получим испорченный кадр с темной полосой. ISO мы ставим на минимальное значение. Почему? Потому что чем выше ISO, тем больше шума у нас на фотографии. Особенно сильно заметно на дешевых устаревших фотокамерах. Поэтому ставим второй параметр ISO 100 или 200. Диафрагма, а вот ее мы как раз в студии будем использовать постоянно. Как вы помните, из предыдущих уроков диафрагма влияет на глубину резкости. И также влияет на количество света, необходимое для правильной экспозиции. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше мощности нам нужно от вспышки. Установив предыдущие параметры, мы попробуем поставить диафрагму на значение 7,0. У нас получилась темная фотография, и чтобы сделать ее более светлой, мы откроем диафрагму. Открываем диафрагму на 4. Попробуем еще раз. Экспозиция фотографий стала гораздо приятнее. Ищите свой идеальный баланс между этими тремя значениями и добивайтесь своего индивидуального результата. Также не забывайте про баланс белого, но для вас вполне будет достаточно пока установить его в режим автомат. С вами был Павел Дугин. Пока! Продолжение следует...